Вот знаете, вроде ничего необычного. Новый ивент, пошёл, выполнил все квесты и получил какой-то приз. Но потом заходишь в магазин ивента, смотришь на цены и думаешь... Чё? Чёо, бля? Это чё за хуйня? Чё за цены вы офигели? Где я столько конфет возьму? Потом ещё некоторые задания почему-то не выполняются. У некоторых игроков откуда-то взялся снегоход. Блин, ребят, ну вы что? А мне что делать-то? Спокойно, давай разбираться. Как фармить по 500 конфет в час? Какие задания выполнять и как это делать быстрее всех? Какие задания вообще не трогать, потому что они бесполезны? Ну и секретный квест, о котором почему-то вообще нигде не написано. И именно за его прохождение можно получить снегоход. Блин, как же я давно этого ждал. Ола, амигос, на связи Матвей, вот и зима добралась и до нашей игры. И прямо сейчас вместе с вами мы оценим декабрьское обновление в Гранд Мобайл и заодно пройдём новогодние квесты. Я пока только не понимаю, почему в помещении идёт снег? Чё? Мне... Подождите, мне это послышалось? Офигеть, да ну, они что, обновили звуки открытия-закрытия дверей? Что? Да ну! Разрабы в коем-то веке поменяли звуки двигателя автомобиля? Я, конечно, понимаю, что это мизерное наблюдение, но всё равно оно полностью меняет предприятие авто. Так, ивенты, ага, слово пацана оставили, Гранд Ван убрали, новогодняя лихорадка. Первое задание, поработать на заводе игрушек. Опа-на, опа-на, вот и новогодняя локация. Ага, а вот и мост, который ведёт нас в новую локацию, здесь нас встречает два снеговика. Офигеть, здесь автомобили. Боже мой, у меня аж игра пролагивать начала. Так, ладно, думаю, здесь нам стоит оставить свою машину и дальше побежать пешком. Вау! Ничего себе! О, так я же помню это здание, это здание ещё с прошлого новогоднего обновления. Кстати, отпишитесь в комментариях люди, которые играли ещё в предыдущее новогоднее обновление в Гранд Мобайл. Просто игра тогда ещё не была такой популярной, и интересно узнать, помнит ли кто-то те времена. Итак, первое задание, поехали. Стоп, что? Подпишитесь на канал Мотивкар? Да ну, бред какой-то. Так, ладно, побежали к помощнице Деда Мороза. Приветствую тебя, дорогой мой Матвей Мотивкар. Чтобы получить главный приз, нужно подписаться на канал Мотивкар, ведь на 120 тысяч подписчиков будет раздача 100 доната каждому игроку. Ну ладно, что там дальше? Ну хорошо, если тебе не терпится получить подарки, вводи промокод Мотивкар, тебя ждут куча приятных призов. Ну ладно, давайте попробуем. Так, промокод, вводим Мотивкар. Да... Да чё? В натуре? Мне на халяву дали гелик, он же стоит 15 миллионов и какой-то скин. Да ещё я вдобавок потом получу 30 тысяч рублей и VIP-статус на неделю. Нет, я не верю, надо проверить. Эй, чего? Мне в натуре на халяву подарили скин Мотивкара? Подбегаем к охраннику стоянки. И блин, да, да, нам реально дали гелик. Ну-ка давайте попробуем его загрузить. Да, давайте сейчас его отметим. Вон он, он в натуре там стоит. Офигеть, это реально мой гелик. Я только зашёл в игру, у меня уже есть машины за 15 миллионов и донатный скин. Вот это имба. Ну ладно, тогда я на канал Мотивкар подпишусь. Пацаны, в натуре юзайте этот способ. Я уверен, это лучший способ фармать денег в игре. А вот и, видимо, завод игрушек. Так что ж, давайте посмотрим, что там надо делать. А во-во-во, работа на фабрике. Всё, начали работу. Подбегаем на эту метку. Здесь нам нужно упаковывать коробки. Так, ну и чё? Я же вроде собрал, не? Раз, 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 раз. И чё теперь? А чё, шо, оно не работает, что ли? Так, я разобрался, в чём была проблема. Просто из-за необычного формата экрана моего телефона кнопка для завершения мини-игры этой работы не была видна. Нажимаем на бантик, и мы вроде как собрали коробку. Теперь её нужно отнести на конвейер. И вот я так вынимаю конвейеры. Ага, значит ставим вот сюда. Блин, да здесь даже анимация того, как она едет есть. Ну-ка, а чё это за подарок? Доставка подарков. А, видимо, это просто работа почтальона. Ну и всё вот таким вот образом, прям как на работе сортировщика, нам нужно запаковать и отправить 15 подарков. Для вас пройдёт одна секунда, а для меня, наверное, минут 20. Итак, наконец-то я завершил первое задание новогоднего квеста. Единственное, что могу отметить, иногда метки со сбором подарков ставятся за эти вот подарки, и их не видно. Поэтому, если вы не можете найти свою метку, знайте, что они либо за этими, либо за этими подарками. Следующее задание у нас восстановить электричество на острове. Давайте завершим нашу работу. Фу, кстати, мы заработали 150 конфет. В общей сумме нафармили 360. Понятно. Это, конечно, классно, но, помимо всего, халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получают сплайрик, и Эмиль Шухров поздравляет на получение приза, пишите на этот Телеграм. Если хочешь оказаться на их месте, то просто смотри этот ролик до конца, пиши в комментариях секретное слово, побеждает первый и радумный комментатор, итоги в следующем ролике. А чтобы не пропустить итоги, оформляй подписку с колокольчиком, всё просто. А вот и наш инженер-олень. Так, давайте возьмём у него задание. Сначала завершите со столбами у помощницы Деда Мороза. Так, я чё-то не понял, извините, а я чё, не то задание открыл? Чё, что не так, я не понимаю. Чё мне, а чё мне делать-то? Так, ну давайте тогда подойдём к этому подписи, это как раз помощница Деда Мороза. Ага, поговорить. По территории есть много разных белых электрических столбов с гирляндой. Среди них найдите нужные и отремонтируйте. Ага, понятно, значит, сейчас придётся бегать по этой локации и искать какие-то непонятные щитки. Видимо, это то, что нам нужно. Вроде бы как белый столб, ага. Давайте подойдём. О! А! А! Да! Ах, их ещё и в порядке нужно ремонтировать, да вы издеваетесь. Так, это номер 7. То, наверное, номер 6, там номер 5, значит, номер 1 где-то в противоположной стороне. Вот, да, смотрите, столб номер 1. А, зажать. Ну и получается вот так вот по порядку оббегаем вокруг этой локации и параллельно чиним столбы. Вот столб номер 2. Нихрена себе накапало мне в Payday, офигеть. Столб номер 3. Столб номер 4. Столб номер 5. 6. 7. 8. И вот последний, девятый столб. Супер, второе задание выполнено. Так, а что у нас там с третьим? А, так это даже заданием не являлось, это нужно было просто сделать, чтобы выполнить второе задание. Не, ну разрабы реально над нами угорают. Итак, что ты хочешь от меня, дорогой инженер? Ну, я так понимаю, нам теперь снова нужно пройтись по этим столбам и найти из них сломанные. Кажется, я здесь надолго. А, офигеть, так это всё сначала нужно проходить, вообще супер. Мне кажется, это какой-то баг был. Вот столб номер 1. Отремонтировать. Да, нам нужно тупо сделать всё то же самое. Ну, пожелайте мне удачи, увидимся через одну секунду. Супер, второе задание вроде как выполнено. Итак, третье задание, разнести подарки по домам. Похоже, нам предстоит взять личный транспорт и тупо колесить по карте, заезжая в некоторые дома. Помощник Деда Мороза, а чё ты светишься-то, а? О, как раз ты мне и нужен, ага, понятно, принять. Сначала необходимо забрать подарки. Они находятся в этой куче у входа на новогоднюю локацию. А теперь отправляйтесь на указанный красный меткой дом. Ага, интересно, где это? О-о-о, пацаны, ну всё, пишите, пропало. Сейчас опять 20 минут буду ехать, в меня кто-то врежется, я поломаюсь, буду 300 лет ждать механика. О, так ещё моя машина задеспавнилась, вообще супер, лучше некуда. Ну всё, пацаны, получается, перезапускаем игру и начинаем задание заново. Кстати, а вы уже заметили на мне классную футболочку? И да, вам не показалось, это в натуре Гранд Мобайл. Но самый сок сзади, сейчас покажу. Ну, как вам? Мотивкар 64, я сам в шоке, нет, нет, вам не кажется, это реально моя футболка Гранд Мобайл, Мотивкар. Всё верно, разработчики мне прислали эксклюзивный подарочный бокс. Там оказалось всё очень много классных вещей по Гранд Мобайл, и анбоксинг этого подарка я залил на свой бусте. Ну, и вам, дорогие подписчики, тоже хочется сделать какой-то подарок, поэтому я решил. Я разыграю такую кружку Гранд Мобайл, подаренную мне основателями игры, среди своих платных подписчиков на бусте. Если хочешь принять участие, оформляй любую платную подписку до 1 января. Позже я проведу прямую трансляцию, где определю победителя и лично отправлю ему эту кружку. Платных подписчиков пока мало, так что шанс выиграть очень высок. А сама подписка на месяц, где помимо всего ты вступишь в лучшую семью Мотивкар Фэм или именно на своём сервере и в личный чат со мной, стоит дешевле школьного обеда. Все подробности в моём бусте по ссылке в описании, мне кажется, это лучший новогодний подарок. Далее, выполнение квестов я продолжил на стриме на канале Мотивкар Стрим. Сел в машину со своим подписчиком и погнал развозить подарки. А вот и Payday, ещё плюс халявные конфеты. Алгоритм выполнения задания точно такой же, как если вы помните с собиранием конфет на Хэллоуин. Нужно объехать около 15 домов и на самом деле это жесть. Потому что вот я развёз уже половину подарков и в один момент у меня забагалась игра. Как у меня тогда сгорело, вы не представляете, пришлось выполнять всё заново. И дома всегда, как назло, отмечались в противоположных сторонах карты. То в Корякино, то в Арзамасе или Батырево. Но всё же спустя полчаса игры я наконец-то выполнил данное задание. И на минуточку получил всего 150 конфет. Наконец-то! Да ну вы серьёзно? Я выполнил это задание и получил 150 конфет? Я дико рад, что наконец-то закончил задание с доставкой подарков. Но то, что я получил за все эти мучения 150 конфет, это реально какая-то издёвка. На секундочку, в Payday ничего не делая, я получал столько же конфет. Итак, следующее задание по списку всеми любимый Ледяной Лабиринт. Это новая мини-игра в Гранд-Арене, которую нужно пройти. Прикол в том, что есть лабиринт с четырьмя секциями, в одной из которых должен быть выход. По лабиринту разбросаны бочки с огнём, которые согревают и пополняют твоё ХП, в то время как без них твоё ХП уменьшается, ну типа ты замерзаешь. Ну а ещё сундуки, которые должны давать тебе подсказки о том, где выход. Сразу отвечу на популярный вопрос, для того, чтобы открыть сундук, нужно просто встать около него. И скажу сразу, что нет, не существует универсальной карты выхода в этом лабиринте, потому что каждую игру он спавнится рандомно. Вот я забежал в первую секцию и как бы нашёл тот самый выход, но он оказался неверным. Так что узнать о том, где же находится выход, можно только как раз из этих сундуков. И вообще, когда я играл, эта мини-игра оказалась баганой и в ней было победить нельзя. Сейчас же, надеюсь, у вас всё работает, пиши в комментариях. Ну и последнее задание, собирать подарки на катке. Мы все вместе с подписчиками завалились на каток, но, увы, подарков там не было. Как оказалось, это задание, увы, тоже было баганное. По идее, на катке рандомно спавнятся подарки и ты их по цепочке собираешь, но, как видите, никаких подарков нет. Возможно, сейчас это уже пофиксили, опять же, пиши в комментариях. Ну и вот вам на пальцах все задания квеста новогодняя лихорадка. И для самого эффективного фарма конфет могу порекомендовать всего три вещи. Во-первых, выполнение второго задания с починкой столбов с гирляндами. Оно простое, быстрое в выполнении и за него дофига платят. А для ещё более лучшего выполнения надевайте коньки у катка и объезжайте все столбы. Совет номер два для более усидчивых это фарм на фабрике подарков. Ну, тут всё предельно ясно, если вам нечем заняться и вы хотите нафармить как можно больше конфет, тупо вкалывайте на этой профессии, как на любой другой начальной работе. Ну и последний, самый лучший совет, тупо стойте в АФК и фармите конфеты с Пайдеев. Как видите, даётся их реально дофига, столько же можно заработать за полчаса, развозя подарки. Вопрос, зачем тогда напрягаться, если можно ничего не делать и получать столько же. Плюс не забывайте, что за 50 отыгранных часов вы получите вот этот чудо-транспорт. Мда, Санни, конечно, это просто пипец. А теперь самый интересный вопрос, как получить этот легендарный снегоход и как пройти секретный новогодний квест. Помните, при выполнении второго задания мне написали идти к NPC помощница Деда Мороза. Оказывается, у неё есть отдельная квестовая линия, по выполнению которой вы и получите тот самый снегоход. И этот квест секретный потому, что о нём почему-то вообще нигде не пишут. Что ж, давайте посмотрим, что там нужно сделать, помимо починки гирлянды. Задание номер два, собрать 10 разбросанных по новогодней локаций подарков. Кстати, вот ещё один способ фарма конфет, после каждого разговора с помощницей Деда Мороза вам будет даваться какое-то их количество. Подарки спавнятся рандомно по локации, их сложно не заметить, поэтому без комментариев. Задание номер три, собрать 10 подарков на фабрике. Но тут тоже ничего интересного, просто работа. Задание номер четыре, доставка подарков. И тут я понял, зачем нужна была эта метка на фабрике подарков. Подходите к ней, собираете подарки и также разводите их по всей карте. И финальное задание, поговорить с помощницей Деда Мороза, после чего она тебе и выдаст долгожданный снегоход. Поздравляю, брат, ты прошёл секретный квест и теперь у тебя есть транспорт, которым обладают лишь единицы. Новогодний ивент будет длиться всю зиму и закончится аж в конце декабря. И судя по тому, что всего за пару часов игры я заработал почти 3000 конфет, навариться на этом событии можно хорошо. Кстати, во время записи ролика вышел патч, в котором добавили обратный отчёт до получения с Саней. И судя по всему, пофиксили багнутые задания. Так что можете всё спокойно выполнять, ни в чём себе не отказывая. Огромное спасибо за просмотр. Если было интересно, ставь лайк и пиши в комментариях, какое задание тебе из квестов понравилось больше всего и сколько конфет ты уже успел заработать. Если ты всё ещё здесь, отметься в комментариях секретным словом снег, ведь все такие комменты я обязательно лайкну и они будут участвовать в розыгрыше. Рекомендую к просмотру моей рубрики «Тачка на прокачку», «Будни УПГ», «Полиция», «Бизнес» за 1 миллион против 1 миллиарда. И по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok